Продолжение следует... Сергей вышел только из боя. Коля постоянно с боя выходит, не вылазит и так далее. Что я могу сказать? Это генофонд этого города. Понимаете, в чем дело? И те никобальча никогда не сдавали. Никогда не сдадут, никогда не сдадут ничего, никого. Извините, я не могу говорить. Простите. Прокуратура продажная, суды продажные. Скажите, что у нас не так, и я сейчас упаду, понимаете? Извините, что так грубо говорим, но это правда. Что у нас честных ментов повыгоняли всех и так далее. Молодежь набрали, которые ничего не знают. А может и знают уже. А те, кто пооставались и так далее. Мы видели их в Донецкой области. Вот так вот, за глаза видели. И видели партию регионов с офисом, когда заходили, захватали, когда ручкой с рычаткой, нажимаешь и пальцев нет. Это мы видели тоже, это мы тоже знаем. И видели, как руководитель банды и так далее, батюшка московского патриархата. Мы это тоже видели. Хоть бы сейчас вызвали киевскую и так далее, которую действительно за Украину и так далее. Я ничего насчет них сказать не могу, но у них гуру один, который находится в России. Который благословляет тех, которые идут к нам. Скажи тогда, как бы вот это похороны добивались? Как добивались? Через Кузьму Каеву добивались. Добивались через Реценка. Потому что наши жильники вообще даже парис не парис никто не убили. Хотя когда по ИП я сообщил, через полчаса буквально. Да, все знали. И военкомат наш знал тоже. И никто ничего не убил. А Шибковский помогли чиням? Да. Потому что он сокращен на Кузьму Каеву. И вот помощником он начал рулить с этой ситуацией. И помощница Александра Степановича тоже самое. Потому что без их помощи, я же говорю, наши бы не сдвинулись бы. Не на сантиметр. Вот сейчас я подходил до военкомата нашего. И толку, и что он сказал. Что ты, говорит, на меня наезжаешь, я же говорю. Я не наезжаю, спрашиваю, почему вот так, говорю, отправлять можно, да? А чтобы забрать уже тело, я же говорю, даже не могу. В 24-го числа еще троих расстрелали, я же говорю. И вот в 24-м день по 31-м, только вчера полдесятого вечера его привезли, я же говорю. И то из-за того, что вы мешали сверху. И все расплавно, я же говорю, благодаря этому расплавно, что выделил КАМАЗ, что привезли его сюда. Так бы и сюда бы его в тихо привезли, блин. Я же за то, что такие некрасивые речи все рассказывают, я же. Все такие молодые. Командиру слова не дали. Да, вот командир, он непосредственно стоит, я же вот наклеил. Ладно, босс. Пусть это будет на истовести, ради бога. У них свои цели, у нас свои задачи. Зато ФИСАК и Песков этот, да, вынесли, которые ничего не приложили, даже к похоронам. Могу неудобно что-то сказать, но ради бога, бог с ним. А что военкома туда не кинуть, я не обученных ребят туда. А где обученных взять? Я не кадровый военный, понимаете, я не кадровый. Тут все работники, я живу, я в Сварсе. Так я верю. Так и с военкомата, все оттуда. И мы должны его там... Он повыгоняет туда. А где кадры военные, те, которые из Крыма? Они мне сказали, 13 тысяч было там, 3 тысячи вышло, а 10 тысяч продались России. Нормально? А где Западная Украина, что они кричат, что там воюют они? Где они там воюют? Где национальная гвардия, которая с постом разбегается, как крысы? Вот мы уезжали с Константиновка, пустая же. Сейчас там крепости стоят, эти блокпосты ДНРовские пустые. Но сейчас ДНРовцы придут туда. Нам ехать назад туда, я не знаю, доедем или нет. В половину городе сегодня. Зато показывайте, что... Да, да, вот мы когда в Сределозовое попали, это Красное называли его раньше. Сказали, все нормально, ребята, чисто. Заходите, да? И зашли, и что? Нас только с минометом объебошили сразу. Мишку убили, запорожье парень Миша Гончаренко. Медведь. 23 года. Живой только раз и все. В школе я рядом с ним был. Ой, и все. А потом мы уже когда приехали в воскресенье сюда, уже на колонну опять одного, троих, сколько? Троих убили, один раненый тогда был уже с нашей бригадой. С нашего батальона, с третьего. За вчера, понимали, один погиб в 9-й рот, а опять в Запорожье. И они тут, опять, рассказывают сказки. Как надо жить, и как надо жить. Ну, вот сколько мордоворотов стоит, я живу рядом. Вот, смотрите, правый сектор, левый берег или кто-нибудь там. Чего же они не там, а вот здесь все стоят дома. Если такие патриоты, я живу, я не против того, чтобы украинский флаг носить, но я не ношу его. А я имею полное право, они так, как они. Асселенции там отпускают, что там они еще отпускают? Я лежал, видел, в госпитале лежат, конечно, там справа секторы, ребята, которые действительно... А вы посмотрели, вы лучше приехали в Артемовский морск и посмотрели, сколько там солдат лежит. Там места нет. Там больше 200 тел лежит сейчас. Что говорят, коридор делают, чтобы вывезти их оттуда. Один на одном, я же как-то как... Ну, как погиб, Игорь, как погибает? Простреляли. Ну, как, случай рассказать, как погибает. Открывается машина даже на блокпосту. И начинается стрельба. Что дальше говорить? Просто неожиданно... Простреляли по ногам, я же, до сих пор, до меня помню. Игорь, как вот такие раны на ногах, я же, простреляли. А потом добили его, блин. А добили те, которых вот такие вот, которые сейчас отпевают, благословили, чтобы они сюда хомшились. Где он работал? Со стороны России. Не знаю, расскажем тогда, когда уже придем. Ну, все расскажем. И кто здесь, я же, где, откуда, кто, я же. И кто, что делает, я же. И кто получает участников, а кто сидит там в военкомате, я же. Вот они действительно работяги войны, боятся. На своих плечах все вытягивают. С техникой, с армией, которую кончали 20 лет с лишним. Ну, национальная гвардия, я же, выделяю, такая техника, все новое, же. БТР у нас есть, у нас бэхи, я же, у нас пацаны на бэхах. Крена поймает пушка, все, это коробка. И его, блядь, РПГ расстреляют за три секунды. Ребята, что там говорить? Если одному пришла... За 12, кто разъезжает по городам, вот такие... Слышишь, пришла повестка, он понес 300 долларов в военкому. Взял, шакал. Слышишь? Вот этот? Как они тут красиво говорят. За нашу Украину, за все пределы. А что отпуск не отпускает? А отпуск, а как? Там два выхода, или тюрьмальный игрок, цирковый, все. Менять никто никого не собирает. По телевизору хорошо. По телевизору, по телевизору. А вы верите к тому телевизору? Я тоже приехал вчера, я начал смотреть телевизор, что тут показывать. Говорю, Дебарцева взяли, Горловку взяли, кто взял? Мы до Дебарцева, да, 15 километров, они даже нас уже начали обширливать. А тут говорят, что уже все позахватывали. Броня одна. Каждый день, я живу, каждый день. И тут вам вот так лапшу вешают, и все люди такие, да, все так нормально, все так классно. Я живу, не дай бог, чтобы они сюда пришли, я живу, эти ДНРовцы, вы меня живы. Я живу, вот это, блядь, хорят, вот украинцы настоящие, вот, видите, и патриоты, и герои Украины. Меня извиняйте, я украинец настоящий, и вы, 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 больше не дали еще, но берьте мне, мы с вами душой и сердце. Мы верим, спасибо большое, вы помогаете очень нам. У меня 54 года, я одна. И не все, не все, и лично. 52 года, вот человек, воевого офицера, заместитель командира батальона. По тебе верю. Потому что, вот спросите у него, как его каждую ночь, блядь, расстреливают на посту, в Октябрьске. Я служил в армии, я знаю. С первого дня, наверное. Это армия сейчас, сейчас вот эта война. Да, вот эта армия, да. Что они купляют все за своей форму, форму купляют. Так это восстановление армии, а вот это на них. Правда, вот эти крикки за этой стороны. Это все на них. Ничего научатся армии воевать, и будет форма, и не будем мы доставать форму, которая расползается. Четыре месяца, что Никопа что-то дал им, к хлопцам, ничего не дал. Нет, так они начинают только вспоминать, сейчас пиарятся, скоро же начнутся выборы, на нас пропиарятся. Ну правильно. Я помог там, я же герой. Чего других не идут, начальник, сыновья, 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 сыновья. А наши должны быть. Нет, мне перед вами, не жарший какой. Да. У меня есть слухи. А че ротации вот не делают? Это не у нас, не к нам вопросы. А кому это, президент? Я не знаю, кому это. Нет, давайте я сейчас уже ротацию. Если мои силы, сейчас ротацию проведу в три минуты. Игорьев уже дождался своей ротации. Вот, поменяли его. Поменяли, еще двое, завтра в Кремрогу, завтра мы с Виктором Анатольевичем поедем. Еще завтра похороны в Кремрогу, одного мальчика повезут. Сегодня в Южном. Сегодня в Южном, да? С батарея, да, погиб. Ай да. С какой бригадой? 93-й. Мы с 93-й. 93-й. 25-й почти никого нет, их просилили, нахуй, их, бляд, расстреливая. Что-то боевская. Я говорю, когда их, браз, сливать, с роты остается по 10 человек, блядь. И они кричат здесь все охуенно, блядь. Куда? Ты в 25-й? Вася, бойчука, знаешь? Я в 2-й бригаде, он в 1-й здесь, в 1-й, 2-й. Спасибо вам большое вашим участникам, что вы беспокоитесь. В Донецкой области тоже не все. Мы когда были в Доброполе. Такого отношения к нам, с друг со стороны, их не было никогда в жизни. Местные помогали. Все что угодно. А чем глубже к Донецу, тем хуже. Тем они сразу нас волками смотрят. Особенно пенсионеры, 70 лет, которые выжившие и так далее. Вы же приехали убивать фашисты, бандеры и так далее. А более молодые подходят тихоря к солдату. В Мирьку там уже 200 гривен тыкают женщины. Спасибо вам, только не говорите. Ну, всякие же люди, как и у нас, так и там есть, конечно. Там 80% которые подойдут и поздят в Морту. И еще скажут, что нахуй я-то сюда пришел. Не просто сломан. Уже пошли. Продолжение следует... Да? Спасибо. Спасибо.